когда смотрите на график какую тенденцию чаще всего видите попробую угадать боковик верно согласитесь отсутствие тренда существенно осложняет торговлю и у многих возникает вопрос а если способ зарабатывать боковике мой ответ да способ есть он непростой но стоит того чтобы его освоить добрый день с вами адмиралс меня зовут лембиту в первой части разберем три главных ошибки при торговле в боковике подробно остановимся на том как их избегать и на схемах освоим правила торговли во второй части будет тест из 10 примеров он поможет лучше разобраться в материале так как большинство из вас проголосовала за усложненный вариант тест будет без уровней когда будем разбирать ответ все поясню но до этого подсказок не будет на войне как на войне после теста дам чек-лист правил для управления риском при трейдинге в боковике это как страховочный трос альпиниста не раз спасет жизнь вашему капиталу на канале адмиралс помимо моих видео есть уникальные живые уроки александра элдера если хотите первыми узнавать менее легендарного трейдера о текущей рыночной ситуации подписывайтесь на youtube канал адмиралс и жмите на колокольчик также на канале много материалов по price action в открытом доступе видео сделано на основе онлайн вебинара но ролик запаздывает и не включает уникальных вопросах разбираемых на занятии поэтому кто хочет первым знакомиться с материалами присоединяйтесь к нам по ссылке в описании онлайн встречи проходят каждые две недели по вечерам в четверг эту презентацию можно скачать по ссылке под видео из группы вконтакте учимся зарабатывать на бирже без регистрации в группе много материалов по трейдингу в свободном доступе середина боковика как остров с сиренами манит разными возможностями но заканчивается все плохо потому что нарушается основное правило успешного трейдинга прибыль должна быть больше риска как минимум в полтора раза сейчас не буду говорить о критериях смены тренда на боковик у меня на эту тему есть вебинар ссылка на него будет в описании посмотрите на схему если откроем покупку в середине диапазона цель разместим под верхней границей а стоп под нижней в таком случае прибыль будет меньше или равна риску если так торговать то математическое ожидание торговли будет отрицательным а это потеря депозита тоже относится и к продаже чем ближе мы к поддержке тем хуже соотношение прибыли к риску что в таком случае делать ответ простой для минимального риска сделки нужно открывать от границ диапазона покупать от поддержки а продавать от сопротивления эта схема дает важные принципы торговли в боковике и пока их осваиваете вам будет полезно возвращаться к этому ролику поэтому пожалуйста поставьте ему лайк вторая серьезная ошибка входить на пробой границы боковика и тут неважно покупка это или продажа потому что под риском будет весь диапазон то есть стоп нужно будет ставить за границы боковика спросите почему так очень просто дело в том что цена при боковом движении стремится вернуться к балансу то есть к центру диапазона поэтому лучшие сделки в боковике это те где можно взять прибыль уже на половине диапазона третья ошибка использовать точки входа с заведомо высоким риском то есть такие как паттерн 1 2 3 или пин бар с большой тенью от границ диапазона лучше торговать такие паттерны как тест уровня если хотите извлечь максимум из этой фигуры рекомендую посмотреть видео три признака идеального входа ссылка будет в описании второй вариант входа ложный пробой о том как ходить снял ролик ложный пробой подарок трейдеру ссылка будет в описании при боковом тренде стоп в этом паттерне лучше ставить за границу диапазона если вы планируете в ближайшее время научиться торговать боковике вам будет полезно возвращаться к этой схеме поэтому чтобы видео всегда было под рукой сохраните ссылку на стене или в ленте третий вариант входа остановка на уровне входить нужно лимитом этот паттерн дает минимальный риск сделки что при боковом движении очень важно для закрепления материала недостаточно узнать схемы важно научиться применять их на графике поэтому прямо сейчас переходим к тесту первый пример посмотрите на график и скажите какую сделку в такой ситуации можно открыть покупку или продажу готовы начали в данном случае правильно было открыть покупку на тесте уровня риск минимальный цель дает прибыль в несколько раз больше потенциального убытка второй пример подумайте и скажите какую сделку откроете войти в короткую сделку правильное решение по нескольким причинам во первых тренд во вторых хороший видный уровень сопротивления и в третьих запас по прибыли около полутора рисков пример 3 здесь столкнулись с вариантом ложного пробоя обратите внимание что входим только после того как цена вернулась в диапазон пример 4 в данном случае подсказка была в тренде сложности в подобных ситуациях возникают потому что до того как цена остановится на границе диапазона она много раз пробует заманить вас ловушку внутри боковика пример 5 хороший вариант входа в лонг цена сформировала остановку маленькими свечками на поддержке боковика дав возможность выставить стоп с минимальным риском пример 6 хороший пример вошли в сделку с минимальным понятным риском но цена не достигла цели и сделка закрылась с убытком правильно нет это неправильно и сейчас объясню почему когда открыли сделку и график пошел в вашу сторону самой большой ошибкой будет просто сидеть и смотреть не защищая позицию поэтому в данном случае когда цена не достигла цели нужно перенести стоп в безубыток управление сделкой такая же важная часть трейдинга как и анализ графика пример 7 если решили здесь открывать сделку значит не увидели границы диапазона также могло показаться привлекательной идеи открыть сделку на такой проторговки на самом деле если бы открыли короткую сделку риск был бы практически равен прибыли хотя в данном случае даже такой большой отступ не спас бы длинная сделка была бы еще хуже потому что прибыль меньше риска и никакие стопы внутри диапазона не помогли бы избежать убытка пример 8 агрессивный вход после того как цена показала отсутствие тренда в данном случае самым важным было возвращение в диапазон пример 9 хороший вариант входа особенно если учитывать тренд и сформированную остановку на сопротивлении 10 пример сразу после этого примера дам список правил для управления риском при трейдинге в боковике открыли длинную сделку очень хорошо значит десятому примеру стали лучше видеть где границы диапазона и как входить в сделку а значит каждое повторение помогает выработать навык правильно входить в сделку и пока тренируетесь вам будет полезно регулярно возвращаться к этому видео поэтому пожалуйста поставьте им лайк а сейчас расскажу о правилах управления риском мы уже во время теста затрагивали частично эту тему сейчас остановимся на ней подробно первое с чего начнете оценку входа смотрите на соотношение риска к прибыли и если соотношение меньше один к полутора сделку открывать нельзя причем полтора это минимум в идеале должно быть два или даже три второй момент если цена пошла в вашу сторону есть прибыль отдавать ее не имеете права нельзя себя уговаривать и бездействовать обязательно активно управляйте сделкой и последний момент помимо переноса стопа вы можете закрывать часть позиции выводя сделку из-под риска поэтому видя диапазон и оценивая потенциальный риск с прибылью можно заранее просчитать куда перенести стоп и какую часть сделки закрыть чтобы обеспечить без убыток регулярное использование этих правил поможет существенно увеличить прибыльный сделок но пока их осваиваете вам будет полезно регулярно возвращаться к этому видео поэтому поставьте ему лайк а сейчас подведем итоги по тесту подходите к торговле ответственно трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала а доходность не гарантированно если набрали меньше пяти баллов тест не прошли от пяти до восьми средний результат лучше попробовать еще раз девять и выше баллов отличный результат если понравился ролик ставьте лайк поделитесь им с друзьями напишите комментарий расскажите сколько баллов набрали в тесте с первого раза подписывайтесь на youtube канал адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропустить новое видео всем спасибо и до новых встреч до новых встреч